Продвижение спортивного образа жизни для команды «Кофе плюс» не пустой звук, как оказалось для города Талина тоже. Завтра в Сталилице в 7 часов утра состоятся различные спортивные мероприятия и тренировки под общим названием «Спортивное утро». Все они начнутся в 7 часов утра, так что не забудьте вовремя проснуться. Более подробно о всех этих мероприятиях расскажет нам сегодня директор ледового холла Тонди Раба, а также известная фигуристка Елена Глебова, которую мы и позвали сегодня в нашу утреннюю студию. Доброе утро, Елена. Доброе утро. Расскажите, в Тонди Раба будут проходить тренировки, но я знаю, что это не единственное место, куда смогут прийти люди. Где еще будут проходить спортивные мероприятия? Изначально это замечательная идея одного из вице-мэров Таллина, Михаила Кыварта. И я, и другие руководители спорткомплексов, естественно, ее сразу поддержали, поэтому и тренировки будут проходить именно в таллинских спортивных комплексах. Это не только ледовый холл Тонди Раба, это также и Лосномяйский лёгкоатлетический холл, это и Перетевский велодром, это и Нымиский бассейн, спортхолл Кристины и также другие спорткомплексы Таллина. Я знаю, что вы и другие именитые спортсмены будут задействованы в этих тренировках и в этих мероприятиях. Кого вы еще назовете? Также будут и футболисты, но я бы поговорила именно о тех тренировках, которые будут, так как предоставляется очень много разных видов, и стоит отметить, что это именно не для профессиональных спортсменов, а именно для любителей. Поэтому не стоит бояться того, что придя на тренировку, вы не сможете справиться с нагрузкой. Для тех людей, которые желают начать свое утро очень энергично, есть тренировки силовые, есть тренировки по бегу. Для тех, которые хотели бы более спокойно начать свое утро, я бы посоветовала йогу и пилатес. Также есть тренировки зумба и аэробик, и это также для людей, которые более бодро хотели бы начать свой день. Ну а те, кто хотят охладиться и заучаствовать в все мышцы своего тела, я бы посоветовала прийти на каток на тренировку на коньках. Что нужно сделать, чтобы попасть на тренировку? Участие очень простое. Стоит зайти на страницу talent.ie и зарегистрироваться на спортивное утро. Ограничено ли количество участников или все желающие смогут попасть на тренировки? Количество ограничено, поэтому нужно просматривать именно список тренировок и регистрироваться туда, где еще остались свободные места. Ну и в качестве, так сказать, десерта. Я знаю, что люди смогут участвовать не только в тренировках, но еще и получить подарок. Да, каждый участник получит бесплатный свежий смузи, а также купон на посещение ледовой арены Тондираба. И 10 команд, которые зарегистрировались самыми первыми, смогут бесплатно поиграть в герлинг. Ну что же, отлично, но мы не зря стоим сегодня на этой сцене с Еленой Глебовой, потому что, как обычно традиционно, мы показываем утреннюю зарядку и в данном случае от именитой спортсменки-фигуристки Елены Глебовой. И ей поможет помощница-ассистент. Добро пожаловать. Мы покажем вам сегодня короткую разминку фигуристов, что мы делаем до того, как мы идем на лед. Так как фигурное катание очень травматичный вид спорта, поэтому ни один профессиональный спортсмен не пойдет на лед без разминки. И. Начинаем мы всегда сверху, голова, потом плечи. Движения с утра размеренные, спокойные, со скручиванием. Тянули руки наверх. Расслабили руки. Дальше переходим к бедрам. Далее делаем большие круги всем телом. И в другую сторону. Верхняя часть тела готова, переходим к коленям. Взяли руки в кулачки и подсунули под колени, покачались. Размяли, вытащили руки. И потерли колени, размяли. Дальше переходим к коленостопу. Теперь все части тела у нас готовы. Хочу вам показать некоторые упражнения со скакалкой. Для тех, кто пробует первый раз, сразу скажу, что не стоит руками делать большие круги. Локти нужно держать близко к телу и работать только кистями. Можно чередовать. Пока Йоханна будет прыгать, я немножко расскажу. Упражнения со скакалкой очень эффективны, так как они не только задействуют все ваши мышцы, так же ваше сердце. Это очень хорошая кардиотренировка. И прыгая 10 минут подряд, вы почувствуете, что вы уже вспотели, разогрелись. Спасибо. Далее мы перейдем к небольшим растяжкам. Еще раз потянулись наверх. Опустились вниз. Достали до пола. Веселенье. Прогрелись. Выходим в выход. Спина должна быть прямая. Дальше потянули заднюю часть ноги. Все высыпаем, все по-другому. Подняли ногу. Можем постепенно разъезжаться в шпагат. Можно наклониться вперед. При растяжке очень важно расслаблять мышцы, потому что, если вы будете противляться, тогда мышцы не растянутся. Можно вот это. Обнулись немножко вперед. Спасибо за внимание. Ну что же, мы благодарим Елену Глебову за спортивный позитив. Мы убедились, что она не только директор, но еще не теряет свои спортивные формы. Огромное спасибо. И от спорта переходим к культурным новостям. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...